Олег Рисков. Фактор случайности. Роман. Часть первая. Глава первая. Андрей вышел на крыльцо. Было еще прохладно. Солнце только окрасило кромку деревьев, обрамлявших часть восточного склона горы Лаконча. На небе не облачко. Еще час, и воздух утратит утреннюю прохладу. Все-таки тут замечательный климат. Он посмотрел под ноги. Почта уже лежала на коврике перед входом. Андрей поднял газеты и глянул на пару конвертов, мелькнувшие между ними. Опять счета. Да, за все надо платить, в том числе и за мягкий климат. Он еще раз полюбовался видом и вошел в дом. Ольга уже достала из тостера поджаренные хлебцы и, положив на тарелку, поставила перед мужем. Андрей сел, благодарственно хмыкнул и по привычке уткнулся в газету. Затем на ощупь захватил сухарик, макнул в джем, аппетитно хрустнул и запил кофе. Ольга приглушила включенно на кухне телевизор и решила отвлечь мужа от читки газет. «Ты поздно сегодня?» Андрей, не отрываясь от чтения, на вопрос не ответил. «Не знаю пока, а что?» Ольгу неприятно кольнула такая небрежность. Понятно, увлекся новостями, но она решила не портить мужу настроение. «Похоже, у Ёльки с испанским проблемы в колледже. А я сидеть с ней не успеваю, по шесть мест за день объезжаю». Андрей глянул на жену поверх газеты. «Может, зря ты все это? Зачем тебе эта работа? Моей зарплаты пока хватает. Потом ты давно хотела начать писать своего Петра. Так начни». Ольга чуть не поперхнулась. Опять он за свое. Да, она давно хотела начать писать книгу. Да пока не начала. И что? Давайте запрем ее тут, и чтобы не скучала, еще всю домашнюю работу спихнем. А там, глядишь, и книга сама напишется. А как насчет того, чтобы писать про Петра, нужно полностью погрузиться в эпоху, запереться одной на полгода и обложиться книгами по истории? Что он начинает? Ведь решили уже. Она подыщет временную работу. А писать начнет весной. Поедет куда-нибудь одна, и пока он с дочкой будет отдыхать в Марбелье, засядет за писанину. Ольга стряхнула с себя оцепенение, которое вызвали мысли о ненаписанной книге, и примирительно выдохнула. Так, погоди. Мы же говорили. Во-первых, я не могу так писать. Во-вторых, пока я не пишу, я вовсе не хочу хоронить себя домохозяйкой на кухне. Это расслабляет. С момента их переезда в Испанию она вот уже три месяца искала работу. Андрей работал риэлтором. Так уж здесь повелось. Все русские после переезда работают риэлторами. Но торговля недвижимость ушла вяло. Хотя последние три продажи обеспечили их семью почти на год вперед, стабильным доходом эта профессия не отличалась. «Все ругаетесь?» На кухню зашла заспанная Юля. Положила школьный рюкзак на пол и села за стол. Ольга налила дочери кофе и придвинула джем с тостами. «Доброе утро. Мы тоже рады тебя видеть». Юля потянулась за тостом. «Доброе». Андрей поднялся и сложил газету. Подошел к вешалке и взял стоящий там кейс. «Я посмотрю, может, и успею. У меня сегодня два показа. Наклевывается неплохой куш. Прям чувствую, клиент сегодня наконец сломается и купит этот дом». Ольга обреченно пожала плечами. «Понятно. Ребенок опять будет мучить меня». Юля замерла с тостом, так и не донеся его до рта. Ей уже почти шестнадцать, а они опять ребенок. «Может, хватит меня троллить? Я не ребенок». Андрей надел пиджак и подошел к двери. «Действительно, хватит с ней нянчиться. Вон какая хомячина вымахала». Юля деловито отпила из чашки. «Кстати, я нянчиться с собой не просила. За хомячину ответишь». Она лениво кинула в отца сухариком. «Так ты и не попросишь». Уклонился от атаки Андрей. «Мы твои успехи увидим в зачетке в конце семестра». Юля скорчила отцу рожицу, высунув язык. Тот в долгу не остался и ответил тем же. Ольга оглядела родственников. «Зоопарк. Не иначе. Но как дети. Причем оба». Заметила мелькнувший в окне школьный автобус и поставила точку в утренней беседе. «Так, кончаем, зверинец. Юлька, бегом за тобой приехали. Вечером разберемся». Юля вылезла из-за стола и взяла свой рюкзачок. И, бросив на прощание, «вечером у меня кружок», вышла из дома. Андрей и Ольга наблюдали в окно, как она прошла по тропинке до ворот. Дождавшись, пока дочь сядет в автобус, Ольга помахала ей на прощание рукой. Но появившаяся в окне Юля демонстративно надела наушники и отвернулась. Школьники из окон автобуса внимательно смотрели на супружескую пару в окне дома. «Автобус уехал». Ольга вздохнула. «Иногда мне кажется, что мы ее теряем. У нее какой-то свой мир». Андрей пожал плечами и положил в кейс газету. «Это такой возраст. Ты себя вспомни в ее годы». «Само утверждается». Он чмокнул жену в щеку и вышел. Когда спустился с крыльца от дома и подошел к машине, повернулся. «Аста ля виста!» Ольга остановилась в дверях, усмехнулась и послала ему воздушный поцелуй. «Адьос!» Глава вторая. Искать работу было интересно. Ольга даже испытывала какой-то кайф от того сладостного мгновения, когда вдруг представляла себя то в одной роли, то в другой, если попадались интересные предложения. Однако таких было мало. Объявления, которые ей приходилось просматривать, в большинстве своем не несли увлекательных профессий. Она надела очки и уставилась на экран ноутбука. «Так, что у нас сегодня?» Она набрала в графе поиска «работа». «Ага. Требуется женщина по уходу за лежачим». «Спасибо, не надо». «Дальше». «Требуется прислуга для прогулок с собаками». «Это мы проходили». Ольга вспомнила, как однажды она из любопытства клюнула на подобную вакансию. Дверь отворила усатая испанка. «Вы любите животных?» «Обожаю». Не теряясь, ответила Ольга. «Геркулес!» «Луис!» Крикнула хозяйка, и в прихожую вбежали два дога величиной с лошадь. «Нет, с животными мы пока пас», сказала себе Ольга и открыла следующее объявление о найме. «Так, что тут у нас?» «Обучение языку. Испанский язык выходцам из России». Однажды Ольга приезжала к этим заказчикам. Видать, до сих пор не нашли педагога. Неудивительно. Она вспомнила, как ее встретил типичный нувариш. Манеры не вызывали ни малейшего сомнения, из какого слоя общества происходил ее соотечественник. Его голос гулко звучал, отражаясь в нелепых арках, безвкусно раскрашенных золотой росписью. «И это?» «Языку научить?» «Вообще, чтоб без проблем мог балакать по ихнему?» «Ферштейн?» Ее грузный собеседник возвел глаза к небу и крикнул, целясь куда-то вверх, перилом уходящей на второй этаж лестницы, откуда раздавались звуки компьютерной стрелялки. «Слышь, дурик, сюда иди!» В ответ раздалось. «Чего?» «Спустись, говорю!» На лестнице показался переросток с такими же габаритами, что и у папы, но с еще меньшими интеллектуальными признаками на физиономии. «Вот и киндер-сюрприз», — подумала Ольга. Лицо ее перетянуло гримаса, отдаленно напоминающая улыбку. Даже мимолетное воспоминание об этом визите вызывало у нее невольное движение плеч. Словно она хотела скинуть колючую шаль. Ольга посмотрела на экран в поисках следующего объявления и наткнулась на текст. «Нужна чистоплотная, аккуратная женщина. Работа в домашней библиотеке. Ежедневно. Присматривать за домом. В отсутствии хозяев. Возможно, проживание». «Бинго!» — сказала она себе и взяла телефонную трубку. Когда Ольга припарковалась у утопающего в зелени особнячка, она решила устроить себе строгий фейс-контроль. И, повернув в зеркало заднего вида, внимательно оглядела лицо. «Нужна чистоплотная женщина», — повторила она текст объявления и сняла комочек туши с ресниц. Вновь оценила себя и, оставшись удовлетворенной собственным видом, вышла из машины. «Я не могу подолгу оставаться здесь один. Возраст, знаете ли, берет свое». Улыбка сожаления возникла на лице сухонького старичка. Они пили чай в библиотеке. Хозяин особняка, старый англичанин, представился Ольге как Бенджамин Андерсон. Ольге он понравился. «Не зануда, все по делу, общение на равных, без пафоса». Андерсон улыбнулся и продолжил. «Приходится перебираться к сыну. Мы будем изредка приезжать сюда. Здесь вся моя жизнь». Он остановился и похлопал по корешкам книг и папок рукописей. «Шестидесятые — это стоило бы целое состояние. А сейчас это разве что учебное пособие. От вас требуется отсканировать эти рукописи. Теперь нужны электронные версии. Это продлит им жизнь. Да, следите, чтобы не было пыли и сырости. Вы, главное, почаще проверяйте трубы. Рукописи не терпят сырости и требуют бережного отношения». Ольга улыбнулась старику. Он нравился ей все больше и больше. Она называла таких «музейный экземплярчик». Типичный англичанин середины прошлого века. Я понимаю, сама работала в этой сфере. «Вы тоже работали в разведке?» «Нет, что вы, я журналист». Старик оживился. «Правда?» «Я с этого начинал. Тогда по рукам, коллега. Я сразу приметил у вас то, что искал. Помните, как у Шекспира? Так пусть же книга говорит с тобой, пускай она, безмолвный мой ходатай, идет к тебе с признанием и мольбой». Ольга подхватила. «И справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой?» Обратно Ольга возвращалась поздно. Разговор с англичанином затянулся. И только когда настенные часы пробили пять, Ольга спохватилась. Сейчас, стоя на шоссе в пробке, она ругала себя. Но настроение у нее было превосходное. Она радовалась этой перемене, сулившей и заработок, и некую деятельность, а не бесконечное сидение в четырех стенах. Человек должен выезжать из дома на работу и возвращаться. Это нормальный рабочий ритм. Она к нему привыкла за годы работы на радио. Ольга начинала в редакции простым корреспондентом, а увольнялась уже международным обозревателем. Входила в пол узнаваемых, неоднократно брала интервью у первых лиц. Но экономический кризис перечеркнул далеко идущие творческие планы, и в конце концов она согласилась с доводами мужа пожить какое-то время в Испании, а потом уже решать, возвращаться или нет. Черт, что же так медленно ползем? Ольга отвлеклась от мысли и оценила пробку, в которую попала. Впереди водители стали выходить из машины, поглядывать вперед. Пробка явно превышала все разумные пределы. Ольга тоже вышла. Вверху застрекотал вертолет. — Вы не знаете, что случилось? — обратилась она к водителям, толпившимся впереди. — Говорят, авария! — отозвался загорелый седовласый испанец. Сквозь толпу водителей по обочине прошли полицейские. — Скажите, это надолго? — поинтересовался он у служителей закона. Полицейский кинул на ходу. — Не могу знать, сеньор, бригада медиков только прибыла. — Что-то серьезное? — спросила Ольга. — Какой-то русский разбился. — Вы же их знаете, гоняют, как черти, — ответил полицейский. Ольгу неприятно резанули последние слова. В висках застучало. Она торопливо стала пробираться вперед, вслед за полицейским. Тревожное чувство подкатило к самому горлу. — Господи, не дай бог! — Это не может быть он! Он же до вечера, на показах! Ольга с содроганием увидела на обочине искореженную машину. — Слава богу, не Андрея! Но чувство облегчения не наступало. К ранам поднимали еще одну машину, упавшую в пропасть. Ноги подкосились. Ее затрясло. Сердце заколотилось, словно рвалось наружу. Она бессил опустилась на дорогу. Это был «Шевроле Андрея». Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...